Вот эти красноармейцы, кто они такие? В основном крестьяне, рабочие. И эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят. В том числе для того, чтобы не всплыли вот эти вот факты фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей своих стран, тогда Европей. Всем привет! Вы на канале ТОП-Армия. Россия, выражая свое недовольство лицемерием, поставила на место главу Еврокомиссию Урсулу фон дер Ляйн. Хотелось бы подчеркнуть, что забывать историю – это значит предавать. А предательство истории может привести к повторению ошибок, что остается актуальным правилом и в наши дни. США и их союзники по своему усмотрению переписывают историю, стараясь предоставить события в свете, выгодные их интересам. Отмечу, что несколько дней назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн попыталась исказить исторические факты, заявил, что Освенцим был освобожден союзниками, вызвав возмущение в России, где знание и история считаются более точным. Российское представительство при Евросоюзе быстро отреагировало на ошибку фон дер Ляйн, напомнив, что освобождение Освенцима произошло благодаря советским войскам. Российские дипломаты выразили надежду на исправление ошибки со стороны Еврокомиссии. Хотелось бы также отметить, что действия России привели к публичному фиаску фон дер Ляйн, а ее поведение стало предметом критики и обвинений в бесстыдстве. В этом контексте подчеркивается, что российские дипломаты проявили себя достойно, поднимая шум в прессе и публично, уточняя исторические факты. Хотелось бы также отметить, что в последние годы Запад систематически пытается преуменьшить роль Советского Союза в победе над Германией в 1945 году, приписывая себе заслуги и оставляя Москву в дине. А как вы оцениваете решение России высказать протест в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн после того, как она исказила исторические факты об освобождении Освенцима? Какие могут быть последствия подобных дипломатических инцидентов для международных отношений и исторического понимания? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а на этом выпуски от канала Туп Армии, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь всем, пока-пока.